Депутат Государственной Думы Михаил Терентьев не впервые видно. В городе была приемная парламентария, где регулярно проводились встречи с членами местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Встречи происходят по-разному. Где-то вопросы звучат проблемные, которые пытаемся сразу разобраться или говорим о том, чтобы в наш адрес написали обращение, чтобы обратиться в компетентные органы. Но встреча, наверное, такой обмен мнениями, рассказать о том, какие результаты были в прошлом году, какие законодательные изменения были. На очередную беседу с народным избранником пришли более 50 человек. Люди пришли пообщаться с депутатом Государственной Думы. Они пришли, чтобы задать волнующие их вопросы, чтобы получить доступные, понятные ответы. И, конечно, он приехал, чтобы рассказать, что нового в законодательстве для инвалидов. А нам это очень интересно, потому что время летит просто, и мы не всегда успеваем следить за новостями, которые происходят в сфере законодательства. В этом году местное отделение общества инвалидов отмечает 35-летие со дня основания. В связи с этим событием запланировано много мероприятий. В том числе ремонт помещений, где располагается организация. Они легки на подъем, собираются быстро, путешествуют вообще в туристические какие-то истории, отправляются. Им и помещение-то нужно для того, чтобы это был и офис, и квартира, и досуговый центр, и танцевальный зал. Вот это все вместе, потому что по потребностям. Во время беседы у всех желающих была возможность задать волнующие вопросы Михаилу Терентьеву. Валентина Березовская, инвалид третьей группы, живет в деревне Пуговичино. Обратилась к депутату с просьбой решить проблему с общественным транспортом в населенном пункте. Со стороны трассы Видновской, это самое, 3 километра мы ходим пешком. Дорога порой не очищена. Тротуарчик для людей тоже так же загрязнен, не очищен. Ползем по встречной. Другая дорога есть со стороны Калиновки, туда километр нам пешком. Ну понимаете, в чем дело? Автобус идет 35-й в Калиновку, идет через Каширку, и 8-й, который идет прямо из города Видное. К нам они не заходят. Во время встречи депутат проинформировал собравшихся о том, какие законы в социальной сфере были приняты в Государственной Думе. Также были рассмотрены вопросы трудоустройства и образования людей с инвалидностью, работа медицинских учреждений и предоставление путевок в оздоровительной организации. В завершении встречи Михаил Терентьев пообещал, что поступившие к нему обращения не останутся без внимания, и он приложит все усилия, чтобы решить проблемные вопросы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.